знаете в этом видео хочу чуть больше рассказать вам о таком простом доступном и очень эффективным лекарственном средстве препарате как обычная перекись водорода вы даже не думали что кроме как наружно и можно использовать и по-другому я сейчас расскажу как частично вы знаете я это опубликовал свои в одной из 50 своих опубликованных них под названием что делать если у вас есть печень вот 36 способ изменить работу печени и как вы можете это использовать для своего здоровья и активного долголетия не вопрос в этой книге есть стоит аж 10 долларов плюс правда пересылка и вы будете знать и как использовать перекись водорода и другие лечебные средства для вашего здоровья и активного долголетия и заодно как управлять работой печени потому что от нее ни много ни мало на сто процентов зависит правильное питание вашего организма и до 70 процентов очищения крови от пестицидов гербицидов канцерогенов вот того самого пресловутого холестерина которого все боятся хорошая работа печень и холестерин спокойно покидает ваш организм без следа поэтому вы видите контакты вы можете по ним легко обратиться и заказать ну а что такое перекись водорода h2o2 химическая форму соединение неустойчивое и вот кислород которым она отличается от воды h2o а перекись h2o2 он легко может отщепляться и вот этот самый активный кислород он будучи жестким мощным укислителем может помочь вам сохранять ваше здоровье ну как чаще всего используют перекись водорода наружно понятно неповрезенная кожа вроде как перекись водорода на нее действует но не торопитесь не все так просто в королевстве датском возьмите нанесите перекись водорода просто на кожу вы увидите что кожа побелеет вот там где белая появилась это говорит о том что там разрушенная клетка или выводной проток потовой железы и есть какие-то разрушения из клетках внутри находится фермент каталаза который перекись водорода расщепляет стоит клетки разрушиться мембране перекись водорода брал за каталазы расщепление пошло газообразования появился тот самый активный окислитель кислород что он делает на коже безусловно бьет патогенных бактерий которые здесь есть если у вас есть какие-то изменения на коже можете использовать перекись водорода с лечебной целью как хороший местный антисептик я бы даже сказал мощный антибиотик широкого спектра действия потому что против ее кислорода очень мало устойчивых бактерий он жесткий окислитель убирают практически все особенно полезно использовать перекись водорода если на коже есть какие-то дефекты трещинки порезы ранки ссадинки не можете вы убрать все бактерии вы их не видите а перекись водорода можно нанесли на поверхность пошла реакция зашипела и все бактерии подняты кстати вирусы вместе с ними подняты поверхностью вы фактически очистили рану причем в пределах здоровых тканей потому что вместе с бактериями погибшие лейкоциты которые вместе с бактериями образуют льной это великолепно очищает перекись водорода обломки клеток она все это смывает фактически до чистых клеток здоровые клетки она не трогает а вот такие разрушенные да и прекрасно вы очистили рану где еще можно использовать перекись водорода ну обрабатывать скажем ногти да там есть грибок он тоже может на это дело с реагирует тоже можете получить эффект но грибковая инфекция все-таки эта инфекция целостного организма они местные хотите с ней бороться принимайте средства системного действия вовнутрь ну это что касается наружного использования перекиси водорода и принципе так и используют очень активно использовали во время великой отечественной войны раны очищались не огноились все прекрасно великолепно заживали и вы помните возврат в строй 95 процентов очень большой процент возврата в строй во время второй мировой войны и львейка отечественной и это большой плюс вы знаете хочется все таки создать использовать более широко и вот это применение соды более широкое родилось и так понимаю в космосе да в советском союзе активно велись полеты в космос летали не только мышки летали еще и космонавты и а космонавты они люди в условиях невесомости они могли заболеть и случае если они заболевали как вы понимаете вирусной инфекцией бактериальной инфекции которая протекает в таких условиях она может нести определенную негативную информацию определенный вред и вот как этим бороться вы знаете профессор неумывакин честь ему и хвала за это он увидел что перекись водорода можно использовать и при приеме внутрь реально да она работает если не дай бог у космонавта развивался в скафандре там порезаться пораниться было сложно а вот если иммунитет падал в тех условиях да вот тут бактерии из кишечника потому что пища далеко не лучшего качества да она великолепная была по составу вот для микрофлоры кишечника она была не самой лучшей микрофлора могла колонизировать организм попадать кровь а это уже называется сепсис и вот тут поди знай какой инфекционный агент вызовет воспалительный процесс аптеку из антибиотиков широкого спектра действия космос не повезешь а перекись водорода великолепно она именно антибиотик широкого спектра действий принимая внутрь когда она попадает кровь доходит до бактерий а в крови каталаза кстати есть всегда поэтому точно такая же реакция шипения газообразования на коже происходит и в кровеносном русле и вот добирается активный кислород до бактерии окислил бактерия погибла и вот тут появляется время когда новый корабль из земли прилетел привез какие-то грузы и заболевшего космонавта живым вернул строй вернул на землю а тут ему уже будет применяться классическая антибиотико терапии как это и положено по тем симптомам по тем признакам какая бактерия есть такую антибиотико терапии то и применяют а вот в этом промежутке перекись водорода великолепно работает она могла помочь сохранить космонавту жизнь вернуть его живым на землю успеть его тут наградить и в принципе это великолепная находка в этих условиях вопрос другом если у нас не условия космоса если в принципе антибиотики доступны и назначить классический антибиотик против классической бактерии легко и просто если мы не хотим работать слепую можем посеять выделение пациента на чувствительность к тем или иным антибиотикам уже целенаправленно назначить антибиотик против конкретной бактерии в этих условиях конечно тоже можно использовать проигнорировать антибиотик это химия а перекись водорода как бы натуральное средство тоже не натуральное средство химии только другая поэтому одна химия другая как бы для организма все равно химии больше того химия не управляемая и вот когда принимается перекись водорода внутрь из расчета что она найдет вот ту самую бактерию да если у вас состояние сепсиса и антибиотики не работают я так понимаю что у вас выборов мало и вот тут перекись водорода до железно нужно но если у вас не такое острое состояние у вас просто какое-то нарушение работы организма где-то вы недополучили питание не знали вы как правильно питаться чтобы обеспечить свой организм полноценно всеми полезными веществами ну к диетологии перекись водорода не относится и никакие новые полезные вещества в вашем организме не появится из перекиси водорода она расщепилась образовалась просто вода вот вы можете выпить и там правда вода тоже должна быть вы должны знать как ее сделать чистой и безопасной для вашего здоровья и просто сколько и когда принять это тоже кстати вопрос многие вы в этих вопросах путаются и совершают ошибки такие видео кстати на моем канале есть потом о том как использовать воду питьевую воду для вашего здоровья как ее правильно сопоставлять чередовать с едой можете найти если вы не подписчик подпишитесь досмотрите это видео потом посмотрите все остальные перекись водорода не приносит вам полезные вещества про печень я уже вам сказал ящик да это орган который способен превратить ту пищу которую вы съели в те полезные вещества которые вам нужны это да тут физиология есть это неоспоримый факт перекись водорода сама по себе не несет даже в том случае если сейчас уже фармакологи пошли чуть дальше они не просто продают раствор перекиси водорода ничего ароматизируются приятнее было я понимаю что человеку пить просто раствор перекиси водорода не сюда вкус а с ароматизатором это идет легче но тоже знаете ситуация такая пока перекись водорода дойдет до кровеносного русла и попадет те самые бактерии она попадает так и роз чаще всего назначают так да конечно есть внутривенное ведение перекись водорода вы знаете тут важно иметь царя в голове и важно иметь мощную антиоксидантную систему в крови что я видел результаты такого введения когда перекись водорода вводится в вену человек просто покрывается коричневыми пигментными старческими пятнами а это окисление в вашем организме канцерогенов которые вы не вывели и перекись водорода не может помочь вам вывести эти канцерогены потому что канцерогены выводятся печени а при таком способе введения внутривенного печени не изменяется ее активность а если еще и перекись водорода не дойдет еще и ухудшится состояние может может сжечь печень челочные клетки очень чувствительны к любым окислителям поэтому их нужно беречь и тут возникает такой вопрос поэтому внутривенное ведение вы знаете да если хотите под контролем под ответственность врача который это делал он если я берет такую ответственность вести он отвечает за конечный результат пожалуйста вводите он это делал но не вы сами сами вы конечно есть такие рекомендации пейте перейтись водорода внутрь да почему назначают капли почему назначают не сразу большую дозу куда вам ждать чего вам ждать бактерии в крови сепсис надо бороться сразу а вам назначают капельками сегодня одна капелька в стакане воды за бородбе и так по нарастающей ну я не знаю зачем это делается то ли психотерапия в данном случае работы зачем привыкать организму такому окислитель послойно сжигать какие-то слизистые барьеры что пока дойдет перекись водорода до всасывания а всасывание может начаться в желудке или в двенадцатиперстной кишке у этого достаточно много слизистых которые тоже не всегда целые там есть трещинки микротрещинки вы это можете легко проверить возьмите выпить и спирт почувствуйте жжение жжение там не спирт попал на трещинку и вызвал такую такую реакцию перекись водорода делает то же самое оно попадает начинает шипеть возьмите накапаете ногу возьмите в рот у вас пена пойдет я не знаю конечно говорят что перекись водорода лечит куча болезней лечит узнаете я не видел вылеченых у меня несколько сайтов есть несколько статей по перекиси водорода там масса комментариев коментарии сторонников пейте и будет вам счастье коментарии тех кто когда-то принимал перекись водорода они не отличаются таким оптимизмом пили эффект не увидели или пили ожидали эффект получили ухудшение почему потому что многие процессы в организме завязаны на очищении и на питание если вы обеспечили правильное питание своему организму лучше будет если вы обеспечили эффективное очищение своего организма лучше будет если вы этого не делаете принимайте какое-то любое средство которое не обладает этими свойствами этими качествами как откуда лучше будет только здесь только психология только психосоматика вы поверили какое-то средство и оно принесло результат да да так можно лечить даже онкологию знаете может быть вы не знаете но на психосоматике лечится и онкология причем лечатся запущенные ста четвертая стадия когда все уже отказались никто ничего не берет никакой ответственности никого гарантии не дает а пять процентов берет и выздоравливает это статистика потому что психосоматика работает если человек продолжает бороться со стрессами не выйдет не вылечится если человек понимает что любой стресс подавляет его иммунную систему не дает ей эффективно бороться ни с бактериями ни с вирусами ни с онкоклетками ни со старыми клетками человек выходит из состояния стресса а его иммунная система отпущенные наконец-то на свободу находит и уничтожает онкоклетки бактерии вирусы старые клетки человек выздоравливается человек выздоравливает и сказалось бы безнадежной ситуации выходит не безнадежно просто нужно понимать что есть организм и целостная система она реагирует на разные факторы вы знаете чем вы будете верить в перекись водорода лучше верите просто в Бог что вода вам принесет счастье и вылечит вас отравка вы знаете и вылечитесь я так случайно на втором курсе мединститута вылечил пациента с четвертой стадией опухоли головка поджелудочной железы то врачи знают ситуация не лечится хирурги не лечат потому что они убьют человека он погибнет от острого панкреатита во время операции лучевая терапия не работает химиотерапия не работает все если диагноз поставили поздно а там были метастазы в печени человек был желтый и метастазы были как куриные яйца и легко пропальпировались знаете ну он пришел к нам мы ему дали печеночный сбор человек ушел когда я его встретил на Крещатике лет через восемнадцать он сказал доктор вы знаете может еще разок печень полечить он не знал свой диагноз он увидел зеркале желтое лицо понимаешь что он да не все делаем за печень тут получил печеночный сбор начал принимать ему стало лучше ну понял все класс лекарство найдено все берегу свою печень пью травки он вышел в состояние стресса его иммунная система вытащила его с того света поэтому вы знаете верить нужно конечно в исцелении но вы знаете не ищите такие опасные для своего здоровья средства как перекись водорода потому что знаете пока вы будете верить в исцеление исцеление будет идти с одной стороны перекись водорода в принципе сжигать все слизистые и подороги а атрофия слизистых которые в принципе ведут любые окислители и перекись водорода не самая сильная правда из них но тоже эффективная в данном направлении все атрофические процессы это предраковые состояния вы знаете, вера конечно это могучее средство вера в исцеление но вы знаете, не таким экстремальным путем, на мой взгляд как перекись водорода она прекрасно лечит, прекрасно помогает но в определенных условиях и пользы есть, и вред есть как у любого средства ну, вы знаете, я вам дал ту информацию, которую дал вы восприняли ее как восприняли ну, не знаю, если у вас есть какие-то свои дополнения свои какие-то мнения, свой опыт в применении перекиси водорода или ваши друзья знакомые это делали, не вопрос пишите, только нецензурные выражения убираю любые результаты плюс даже эмоциональные пожалуйста, если они еще будут подкреплены какими-то фактами с физиологией биохимией, да не вопрос все прекрасно жизнь прекрасна, жизнь удивительна вы знаете, можно использовать разные средства для вашего здоровья главное, вовремя и по назначению а я это видео закончу как всегда крепкого вам здоровья и разумного к тему отношения а если вы хотите, чтобы здоровье увеличилось у ваших друзей и знакомых кнопки социальных сетей под видео жмите, отправляйте отмечайте это видео как оно вам понравилось не понравилось это уже на ваше усмотрение на ваш суть а я это видео закончу и подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного благодетия спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!